В громком деле о событиях на Болотной площади 6 мая появились новые доказательства того, что массовые беспорядки планировались заранее. А экс-глава комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Гиви Таргамадзе не только финансировал их, но и руководил действиями лидеров российской оппозиции. В следственном комитете подтвердили, что собрано достаточно улик. За помощью в расследовании российская сторона теперь намерена обратиться к грузинским коллегам. Нам удалось из достоверных источников получить часть этих материалов. С ними ознакомился Кирилл Брайнен. Наделавшая много шума видеозапись переговоров лидеров несистемной оппозиции с грузинским бизнесменом Гиви Таргамадзе оказалась не единственной. По данным следствия были и переговоры в Грузии. Есть и аудиозапись, на которой предположительно помощник депутата Пономарева Леонид Развожаев, помощник Сергея Удальцова Константин Лебедев и еще один активист Юрий Хаймеледдинов обсуждаются с тем же Таргамадзе события на Болотной 6 мая. Беспорядки, по словам источников следственных органов, планировались заранее. И об этом участники беседы говорят открыто. Большинство людей приняло решение, что на митинг не заходят, а именно перекрывают у ударника. По часу это кто? Все, кроме сироги. Да, все, кроме сироги. А это встречалось на ходу, да? Ну конечно, а как там еще? Нет, за день до этого. Ну за день, ну за день. Они съездили на место. То вы как прям что-то сложили. За день? За день? Ну на ходу это на самом деле почему? Потому что за вами. Были, по словам следователей, и другие планы насчет митинга 12 июня. Их обсуждали в текстовых сообщениях по скайпу двое. Дядя Костя и Гео Васильевич. Следователи считают, ники принадлежат Константину Лебедеву и Гиви Таргамадзе. Последний пишет латиницей. Говорят предположительно об Удальцове. Ты с нашим другом? Я со своей подругой. Смотри, надо уговорить его завтра не идти на допрос, а идти на митинг. Это будет его окончательная победа и формирование единым лидером. Все остальные будут отдыхать. Он должен повезти людей вместе с супругой. Понятно, что на ходу их арестуют, но в краткосрочную. А в длинном варианте их или арестуют или нет, независимо от того, придет он на допрос или нет. Можешь ему это объяснить? Я понял. В тот день Удальцов и правда должен был идти на допрос в Следственный комитет. Но возглавил левую колонну шествия от Пушкинской площади. Уважительная причина. Я являюсь организатором марша миллионов. Мне доверена большая ответственность. Причем доверена правительством Москвы. Я не могу подвести правительство Москвы Сергея Семеновича Собянина. Поэтому я сегодня здесь. Переговоры продолжаются и в день митинга, пока Удальцов был на сцене. Все тот же Гео Васильевич, предположительно Таргамадзе, передает указания лидеру левого фронта. Пусть сейчас прервет выступающих и успеет призвать к шествию и скажет, что если его задержат, пусть шествие будет. И пусть стоит на сцене впереди, чтобы было видно, как задерживают. Пусть стоит у барабана. Скорее попытайтесь это организовать. Скорее. Я попробую передать, но боюсь, что прерывание выступающих будет воспринято в штыки. Не факт, что Серега на это пойдет. Сейчас спрошу. Его задержание будет всем видно. По дороге до автозака он будет призывать. Пусть заявят, что я говорил. А потом пусть выступления продолжаются. Главное, чтобы люди знали, что если его задержат, шествие все равно должно быть. И пусть обязательно стоит на сцене впереди. И соберите у сцену людей, которые будут за него биться. Не, он должен по дороге. Он должен сделать призыв сейчас. И не сдавайте его просто так. Не спрашивай его. Соберите вокруг людей, пусть бьют полицейских, которые его будут забирать. Впрочем, призывов к шествию со сцены не было. А человек под ником Гео Васильевич настаивал. Весь кайф прошлого раза был в том, что они начали бить в договоренном месте. То же самое можно спровоцировать здесь, только одним заявлением. Да. Вернись сейчас туда и эмоционально ему это объясни. Скажи ему лично от меня, что если я в этом смыслю, а я в этом смыслю, то клянусь ребенком, я говорю правильно. Хорошо. И вот со сцены звучит призыв. И я предлагаю, чтобы у нас слова с делами не расходились. Начиная с сегодняшнего дня, по окончании митинга, начать бессрочные народные собрания, гуляния, сходы, мирные, но настойчивые, с требованием освободить наших братьев. Эти дела возбудил Следственный комитет. Значит, надо идти туда и стоять там, и требовать свободы нашим братьям. Согласны? Правда, желающих почти не нашлось, и митинг закончился мирно. Но в Следственном комитете, говорят, новые переговоры и переписка – это часть уголовного дела. Могу подтвердить, что в уголовном деле существуют такие материалы. Они в настоящий момент являются уликами, которые следствие рассматривает. Поэтому в рамках расследования уголовного дела им будет дана соответствующая оценка. Леонид Разворжаев и Константин Лебедев сейчас в СИЗО по обвинению в организации массовых беспорядков. И доказательств их участия, говорят следователи, немало. Кирилл Брайнен, Первый канал.